я приветствую вас дорогие мои друзья вы на канале taro angel planet и у нас сегодня расклад про кармические уроки какой кармический вы урок проходите проходите ли ли его его на самом деле может быть это просто какой-то жизненный урок в пределах какой-то кармы хорошая карма у вас плохая да там что вы испытываете собственно от слова карма хорошие чувства до хорошие эмоции или плохие если хороший значит карма хорошая если не очень значит она с кармой поработать о чем этот расклад именно о том как поработать с кармой и что для этого нужно сделать что необходимо сделать и как это необходимо сделать конечно же не забудьте подписаться очень много интересного на моем канале эзотерические кармические расклады и так далее и конечно же пишите в комментариях какую колоду выбрали мы начинаем выбирать первая колода у нас это оракул тьмы и света колода номер один колода номер номер два это у нас колода ушел колода номер три это колода у нас гримуар кто выбрал колоду номер один давайте посмотрим на то что у вас происходит как происходит какой кармический урок вы проходите действительно ли он кармический сосредоточьтесь подумайте сейчас об этом конечно же расклад проиграется не у всех или не так вот ну он может по-разному проигрываться я буду давать разные интерпретации разные точки зрения и или по крайней мере несколько путей развития чтобы вы могли выбрать как вам решать да самому все эти вопросы и моменты так какой кармический урок вы проходите оракул тьмы и света кто выбрал номер один очень много думаете ищите правду и справедливость и не находите ее в этот человек который будет сражаться за правое дело в этот человек который будет идти в основном куда ему скажут если даже не скажут куда ему идти вы сами выберете пойдете там где правда но можете из-за этого сильно страдать вас обманывает из-за того что тут возможно вы сильно правильный человек да очень жесткие моральные установки которые не дают вам взглянуть на мир немножечко под другим углом из-за такой привязки серьезный вам дается время на установление отношений соблазняет вас очень много соблазнов чтобы не действительно неправильно поступить но с другой стороны есть рядом друзья есть партнеры если вот вы в отношениях то это благородное партнерство и хорошее время на развитие этих отношений вам дается есть уважение уважение от родителей есть в вашей жизни и зрелые отношения и зрелая любовь ваша карма светлая тот урок кармический который вы проходите урок по правде вы с соблазнами справляетесь вы действительно идете к свету умеете очищаться умеете отбрасывать старые не зацикливаться очень много сил и терпения есть у вас для того чтобы со всем этим справиться есть тот момент что возможно иногда вы не понимаете куда вы идете до заблудились в лабиринте ходите тут по кругу не знаете как вам выбраться но для вас такова жизнь она у вас такая единственное что может быть до вашей карме над чем вам стоит поработать это не быть жертвой не жертвить не ныть не страдать не плакать потому что вами будут до манипулировать таким образом вы будете манипулировать когда вы страдаете вы вот таким образом любви просите а вы ищите больше правды чем любви и получается что вам надо тут больше любить ваша карма для любви уважение есть отношения есть любви не хватает тут уже карму как совет вам говорит о том что вам надо бескорыстно отдавать эту любовь самому не жертвить и тех людей кто вокруг жертвит но это не так просит любви доносить до них что вы их любите но ни в коем случае не принимаете на тот момент что они жертвят что вам этот жертвяк не нужен ни от них и не от себя чтобы они вас не зеркалили то есть следите за тем кто вокруг вас и что говорит и как говорит и как просит помощи через то что но и да и хочет ли там чтобы решили вопросы или все-таки как-то доносит и просит уже человеческим языком вот тут вот помоги так то и так ты сможете ли вы действительно помочь или поддержать что вы тут сможете сделать и конечно же любовь для вас она будет безответная но зато истинно и бескорыстно отпускайте воду что называется сделали добро отпускайте воду вот тут вы скорее всего конечно же так и делаете но для того чтобы действительно искоренять этот вопрос обиды жертвой вот и этот кармический запрос для вас и это была колода номер один оракул тьмы и света давайте теперь посмотрим на второй колоде колода ошин кто выбрал расклад номер два давайте посмотрим про кармический урок какой он у вас и какие рекомендации да по прохождению вашего кармического урока вот жизнь вас учит вот тут вот надо быть в доверии вам тут рекомендуется легко относиться к жизни легче чем вы сейчас относитесь потому что с этой легкостью вы научитесь и и преодолеете все препятствия я бы даже сказала тут из вас делают мастера чтобы вы тоже стали учителем чтобы вы тоже умели доносить и любить носить не только свою точку зрения наносить именно эту любовь именно поэтому для вас легкое отношение к жизни чтобы вокруг энергии вас витала и искрилась будете начинать заново именно поэтому вам нужна эта легкость в легкость очень много энергии очень много ресурсов для того чтобы стартовать в новое дело и вырасти в нем потому что именно туда вас ведет интуиции именно туда вас ведет мастерство именно туда вас ведет проведение вам ни в коем случае нельзя смотреть в прошлое настолько надо про него забыть что вот не было его вы родились и ничего не знаете именно из-за этого будет рост именно благодаря этому будет рост вы чем больше смотрите в будущем тем больше зацикливаетесь на нем тем больше проецируете это все в свое будущее из прошлого и вам надо будет выбрать себя то чего вы хотите помимо того куда вас ведет интуиция и попытаться другим людям помочь так чтобы вам было экологично чтобы вы оставались в здравом умеет резвой памяти потому что вас могут использовать по вашей доброте душевной но вы довольно часто даете себя даете себя настолько насколько можете другим людям что можете про себя забывать с одной стороны это хорошо не переставайте помогать но с другой стороны выстраивайте пожалуйста границы того где вы а где другие люди чтобы вам от этого не страдать и то куда вы погружаетесь вы чрезмерно контролируете иногда просто отпускать ситуацию как есть не всегда у вас получится контролировать и когда мы чрезмерно контролируем мы наоборот усугубляем ситуацию вселенная не дает денег не дает ресурсов и говорит что вы слишком 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 берете по воде свои руки это не значит что вы не хозяин или не хозяйка своей судьбой абсолютно не значит это значит что хорошо вы это вы правите куда надо но иногда слишком жестко хотите чтобы было именно так как надо система ожиданий тут может не сработать и вы будете разочарованы именно поэтому вам говорят не зацикливаться на этом и отпускать да вот то как есть и тот урок который вы проходите я бы сказала он жизненный карма тут хорошая по вашим отношениям и по вашим результатам и жизненным тут момент возможности для вас открывается и о чем еще речь да как вам с кармой работать не выгоняйте себя в работу ну в такую да там в какую-то физическую слишком я бы сказала может быть слишком много не работаете до трудоголизм это тоже привязка привязка тому что здесь все стабильно и здесь все понятно это самогнобление до человек сам себя таким образом прессует этой работы потому что он сублимируется он уходит от своих проблем в работу и тут его загоны их категория переходят загоны другие и здесь он сам себя прессует работой о чем это для вас о том что нельзя вам так с собой поступать надо вот эти границы выставить тем самым что помогать в каких-то пределах да в каких-то условиях что на работе что с людьми вокруг это конечно же о выстраивании границы конечно же о том чем вы будете свободное время заниматься о том чего вы истинно хотите как вы это хотите и о том какие возможности для вас открываются и вы на эту ситуацию должны посмотреть немножечко вот сверху да как с высоты птичьего полета на карте увидеть где вы находитесь чтобы посмотреть куда вам дальше двигаться если есть какой-то застой сейчас вашей жизни знайте он вам нужен для того чтобы пересмотреть эту ситуацию здесь хорошая карма тоже вот первый расклад был с уважением с хорошей кармы даже с соблазнами там человек справлялся второй расклад это прямо из вас делают учителя до вас развивает мастерство ваша развивается бы ну вот чтобы не загонялись то у нас кармический урок номер 2 с колодой ваша и давайте посмотрим что у нас под номером 3 кто выбрал колоду гримуар номер 3 давайте сосредоточимся кармический урок и какой у вас есть любовь вашей жизни но не всегда вы правильно поступаете есть расплата за то что вы делаете и люди сзади вас о вас плохое говорят и не желают вам ни добра ничего потому что не туда вы пошли и не совсем хорошо вы поступили или поступаете с партнером что в дружбе что в любви что в отношениях рядом тут очень ну так хорошо проявился эгоизм потому что захотелось здесь и сейчас именно то именно так и вы все сделали для того чтобы это было но это было неправильно тут возможные не своевременные не так как надо уныние тоска и избегание этих проблем тут работа с кармой будет избегание будет проблем будут возвращаться будете ходить по кругу пока на граблях не натанцуетесь пока вы не разрешите эту ситуацию перестаньте избегать надо ее завершить потому что ситуация может быть стрессовая ситуация уныние также это тот момент что и с вами также поступили потому что это пришел бумеранг да какой-то из прошлого и причем это не из недавнего прошлого это не пока что я не вижу что это опыт прошлых жизней это опыт этой жизни и вы тут же стремительно его отрабатываете другой стороны это хорошо потому что очень часто идет трудовая какая-то отработка и приходится за рот отрабатывать со здоровьем все будет хорошо вы наладите все эти отношения и завершить их тут совет карт вам придется справляться с унынием потому что есть такой момент что уныние тоже считается грехом она не всегда адекватно но не всегда положительно влияет что на психику что все на то что все вокруг вас происходит бытие определяет сознание то что вот вы создаете себе вот такой вот реал несчастье какой-то он притягивает плохое поэтому тот кто вам сделал плохо вы сидите тоскуете горюйте и тут сильно прослеживается любовная линия отрубайте отсекайте это прошлое гоните его подальше это чистить пространство и чистить ваши психологические блоки надо это менять их менять неосознанные сделки потому что идет уныние идет тот кто вас говорит плохое о вас говорит это от них надо отсекаться отрубаться и настолько на это не обращать внимание да вы имели право тогда делать вы живете ну им ну импульс надо у вас так получилось такой был импульс тогда так нужно было можно было не было другого выхода не было других возможностей или вы их не видели или вы знаете что вы так поступили да уже осознанно поступили возможно не очень хорошо и возможно с вами не очень хорошо но у вас есть хорошая для вас все можно начать заново просто это отпустив этот импульс прошел вспышка все вас гранаты не задело вы же его здорово у вас есть руки и ноги до уныние до тоска да есть какие-то на депрессивные состояния неприятные есть люди вокруг враги вокруг но мы живем все в этом обществе никто нам не обещал что мы не будем выяснять отношения у каждого свои границы я бы даже сказала это может быть как-то ненормально когда вы их не защищаете будет тогда на человеке все едут все сваливают свои проблемы и беды на этого человека он такой да я буду в принятии но абсолютно не отстаивает тебя да вы тут может быть где-то перегнули палку но идти надо дальше страхи переписать если нужна моя помощь и консультация в переписывании этих блоков то все ссылки в описании каналы есть но в принципе кто как я смотрю до физическое состояние будет хорошим физики депрессия пройдет в психологии вы об этом еще пока помните тут вам работа над отпусканием вы уйдете в работу и в духовной практике вам говорят уходить в работу заниматься может быть продвижением мастерством и может быть что-то делать руками чтобы этот стресс проходил и уходить в духовные практики на саморазвитие для вас вот такой кармический момент стоит это у нас была третья колода для тех кто выбрал черный гримуар если по карме у вас есть вопросы конечно же я всех вас жду приглашаю на личные расклады консультации все ссылки есть в описании канала и там уже можно подробно пообщаться не забываем подписываться ставьте лайк пишите какой вариант вы выбрали и какие у вас сейчас отношения с кармой и конечно же желаю вам удачи в вашем саморазвитии и в вашем продвижении по развитию до в духовных практиках кто занимается и вообще в духовном развитии пока пока